По словам специалистов, в будущем 25% мирового туризма будет экологическим. В стране имеется 161 особо охраняемая природная территория, общей площадью 29,3 миллионов гектаров. На совещании в Коргалжинском районе сенаторы совместно с экспертами обсудили развитие экологического туризма. Дорога, которую не ремонтировали более 30 лет, тормозит развитие транспортно-логистической и туристической отраслей. Отсутствие современных объектов сервиса на сотнях километров некачественных дорог также негативно сказывается на привлечении большого количества туристов. «Экологический туризм – одно из самых крупных направлений. Есть много людей из зарубежных стран, которые хотят увидеть достопримечательность Казахстана. Но с этим есть и много проблем, которые необходимо решить при развитии экотуризма». Один из районов с большим потенциалом экологического туризма – Коргалжин. Исторические места, достопримечательности и уникальные природные комплексы могут стать драйверами отечественного и международного экотуризма. В разное время сюда прилетает более 10 миллионов различных птиц. Большая часть исторических мест здесь до сих пор не исследована. «Здесь расположен большой городок Бадагай. Его открыл Алкей-Маргуан. Если посмотреть на всё это, то можно стать свидетелем великих исторических событий. Есть озеро под названием Бесшалкар. Говорят, что там находится тело Жанибек-Хана. Приехали сотрудники икраедического музея. Провели раскопки и отправили на геномную экспертизу». Также был поднят вопрос реки Нура, которая протекает через Коргалжинский район. Как отметили историки, с каждым годом уровень воды уменьшается. Одна из причин – техника. «Количество техники увеличилось и может перекрыть реку. Это может остановить Нуру. Поэтому с небольшим количеством воды состояние Коргалжина продолжит ухудшаться. Люди, которые занимаются водными проблемами, примите во внимание эту проблему. Вообще нужно прекратить вопрос строительства плотина, строительства пруда. Ведь так нельзя. Реки завтра могут вызвать у нас большую проблему с пресной водой». Стоит отметить, в целях повышения экологической ответственности на особо охраняемых природных территориях приняты законы о внесении изменений и дополнений в уголовные, уголовно-процессуальные, а также Кодексы Республики Казахстана об административных правонарушениях. В том числе увеличен размер штрафа по незаконному синоколсу и выпасу скота, загрязнению лесов отходами, нарушение порядка прохождения на особо охраняемых природных территориях. В Налоговый кодекс Республики Казахстан внесены соответствующие изменения, предусматривающие возможность взимания платы за въезд на особо охраняемые природные территории с автотранспорта. «На территории национальных парков проводится систематическая агитационная работа с целью повышения экологической грамотности посетителей. Это проводится в целях повышения экологической ответственности на территории особо охраняемых природных парков». В прошлом году в целях сохранения уральской популяции сайгаков созданы природный заповедник Буке-Йорда и Ащо-Узекский природный заповедник. Пять природоохранных учреждений вошли в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время на охраняемых территориях существует 181 туристический маршрут и тропа.